Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов. У меня сегодня в гостях самый, вернее, как он сказал, один из самых, а я-то считаю, что он самый известный шоумен в городе Петербурге, то есть в Санкт-Петербурге, Юрий Блинов. Кто подписан на его инстаграм, сами можете посмотреть, постоянные выступления на стадионе, со звездами. Ну, я даже уже сбился со счета, с кем ты только, наверное, не вел в этом году шоу. Во-первых, всем здравствуйте. В этом году я только с Кириллом Рыбасовым еще не вел шоу, и это уже приятно и здорово, что наконец моя мечта сбылась, и наконец на телевидении. Мама, привет! Мы просто ждали уровень, когда он подтянет, и наконец он подтянул и на нашем канале. Но понятно, что шоумен, вот ты как и сейчас уже такой большой состоявшийся человек, тебя все хотят увидеть на своих мероприятиях, везде тебя зовут. А расскажи, как вообще ты к этому пришел? То есть у тебя дедушка шоумен, папа шоумен, мама шоумен. Как вообще это происходило? То есть где ты родился, в какой школе, и, соответственно, где ты учился, и как-то дошел до такой жизни? Вот, ну, родился в роддоме, а не в школе, сразу, да, да, начиная сразу. А он в роддоме родился? Ух! Вот, мама филолог, бабушка филолог, все представители Санкт-Петербургского государственного университета. И так получилось, что, наверное, в моей семье... Ну, как он попал на наш факультет, как он попал на бюджет, на экономический, на бюджет? Сам поступил, сам поступил. До этого учился в академической гимназии государственного университета. А, вообще... Гуманитарий был. Как попал на экономический, не понимаю. Мама, бабушка филологи. И, на самом деле, получилось так, что, когда пришел в университет, подошли ребята и сказали, Юрка, пойдем играть в КВН. Это детская мечта многих мальчиков, которые поступают, говорят, ну, давайте, пойдем играть в КВН. Сначала это был КВН факультетского размаха, внутри университетские чемпионаты, потом сборная университета, воно сборная нескольких вузов, несколько пропущенных сессий, пара академических отпусков. Было-было. Было это дело. Что, если кто-то не знает, мы все-таки с Кириллом учились в одной группе. И как-то получилось так, что со временем это стало нравиться все больше и больше. Выступление на сцене. У нас в Петербурге, когда впервые появился, еще до появления всем известного, и комедий клуба был, первый проект это стендап. Вот Антон Борис, как раз они его вместе с Романом Поляковым организовывали. Попали мы туда, как из КВНа, в этот проект, стали выступать. Стали выступать по клубам, в основном это были миниатюры, монологи. То есть учились как-то шутить, как мы считали в то время. И впоследствии кто-то пригласил, я даже Екатерина Сиренко, такая очаровательная девушка, вот ее есть свое агентство под названием «Нестандарт». Она пригласила в свое время меня, говорит, не хочешь ли провести свадьбу? Я говорю, Катя, я как бы этого, честно скажу, никогда не делал. Говорит, Юр, ну у тебя есть к этому все предрасположенности, да, что ты можешь действительно попробовать это сделать. Я просил своего друга Артура Базиняна, я говорю, бас, я никогда этого не делал. То есть мы в основном выступали как юмористы на корпоративах, на частных праздниках, на свадьбах. Но именно момент проведения такого никогда не было. И впервые мы попробовали, да, с Артуром мы показали какие-то, может быть, традиционные ходы. Я рассказал о некоторых традиционных свадебных постулатах, которые в основном используются. Ну что, первая свадьба, она получилась, там, в итоге, была успех или все, наоборот, разошлись и заснули? Слушай, ну, учитывая, что эта свадьба была у телохранителя одного из сильных людей города Петербурга, и после этого я ходил на своих двух и еще улыбался всей улыбкой, то мы бы считали, что все прошло хорошо. Мы живы уже. Поэтому тест был такой, либо ты выживешь, либо научишься вести свадьбы. После этого как-то одно за другим, да, сначала там одна свадьба в два месяца, потом почаще, потом стали появляться и корпоративные мероприятия. И на самом деле, чем дальше, тем больше это стало нравиться, потому что есть у некоторых знакомых, которые великолепно ведут корпораты, тимбилдинги, бетельки, но свадьбу принципиально не ведут. Ну, не нравится. Он говорит, я не могу ко мне подойти человеку и сказать, ага, поставь мою песню. Он говорит, я пошлю его и, собственно, ну, еще, ну, я там, тричу. Говорит, не мое это. Здесь ты должен, на самом деле, искренне любить то, чем ты занимаешься. Хотя бы, ну, тем более, когда достигаешь какого-то определенного уровня, и поскольку это все-таки двухстороннее соглашение, когда ты и заказчики, вы встречаетесь, ваша личная встреча, для чего проходит, что вы поняли, комфортно ли вам будет вместе работать. Потому что есть в определенном ценовом сегменте, есть много ведущих профессионалов, хороших, отличных ребят, которых знаем, товарищей, коллег. Но у каждого есть свой взгляд, да, на каждую ту же ситуацию, как у профессиональных фотографов. Одну и ту же фотографию, один и тот же объект, каждый может сфотографировать своего ракурса, по-своему смонтировать, обработать, и это будет абсолютно разный, в итоге, ну, итоговый продукт. Также и здесь, когда вот лично я встречаюсь с закачкой, моя задача, ну, чтобы нам бы с ним было комфортно, хорошо, здорово. То, как у Паланика, не знаю, в Бойцовском клубе. Хоть надей, но ты должен стать друзьями. Тогда будет все здорово. Тогда ты сможешь вместе с ними сопережить это событие. И чем это будет более естественно, чем меньше будет каких-то искусственно настроенных конструкций во время самого торжества, тем будет это лучше. Потому что это гости будут понимать, и сами, и молодые, и гости, что это происходит прямо сейчас, прямо здесь, для них, а не потому что... То есть, понятно, есть какие-то наработки в плане интерактивов, какие-то ходы, которые делаются. Но, мне кажется, задача ведущего не тянуть одеяло на себя и говорить, а, смотрите, какой классный, вы пришли на меня посмотреть, держи шапку бобра и пойдем моделировать сказку-репку. Сделать это для гостей, для молодоженов. То есть, чтобы это был не твой бенефис, а все-таки это основной праздник. Вот есть у нас два главных героя, это история любви. И эта история пришла к своему логическому продолжению в виде свадьбы. И все гости пришли, и этому порадовался. Слушай, но сейчас-то я тебя постоянно вижу на больших-больших мероприятиях. Вообще остается время вести свадьбы, которые ты так любишь? Или сейчас больше вот такие большие проекты? Потому что я постоянно видел там на стадионе, на зените, на весь стадион. Здесь получается, на самом деле, это очень здорово, потому что иногда смешивать. То есть, например, если летом, когда считается свадебный сезон, пиковый сезон, кто-то может вести пять свадеб подряд. Ну, пять дней. Ты вот там поехали, да, не знаю, там, среда, четверг, пять, суббота, воскресенье. Класс. Мне достаточно сложно, потому что я стараюсь искренне, как я говорил, да, сопережить. События эмоциональны, когда, например, на третью неделю подряд у тебя не хватит. А большие события, они совершенно другой отлик. Вот, например, не знаю, если мы берем «Зенит», да, тем более, понятно, все, кто родом из Петербурга, «Зенит» — это вообще отдельная история, отдельная любовь, один город, одна команда и так далее. Когда ты выходишь в чашу стадиона, пусть ты проводишь какой-то розыгрыш, да, ну, когда там рядом с тобой стоит тот же Костя Зырянов, и ты даришь детям, которые с утра ты проводил какой-то розыгрыш в чаше, где вокруг тебя 22 тысячи болельщиков, это сумасшедшее ощущение. Либо ты ведешь сам матч баскетбольного клуба «Зенит». Кстати, вот 6 сентября была презентация баскетбольного клуба «Зенит», поэтому все, кто живут в Петербурге, приходите, очень интересные игры, хорошую команду создали. Хорошая команда «Зенит», да? Есть баскетбольная, вот место «Спартака» мужская. Прям, ребята, на четвертом месте сейчас вроде, ну, сейчас, не знаю, как сейчас, когда уезжал, были на четвертом. Ну, нормально, я не знал просто, я не знаю. Выступают хорошо на Сибор-арене, на Крестовском. Когда, например, это какой-то, может быть, крупный концерт в том же юбилейном ты проводишь, когда ты говоришь «Привет», и тебе в ответ там 15 тысяч зрителей «Эй!» Это такой энергетический фидбэк, такая отдача, ты просто заряжаешься, и ты прям… «Эй, я был, ты был у нас на свадьбе!» Да, да, это здорово. Когда в Инстаграме тебе пишут, выкладывают фотку, где ты где-то на сцене. Вот сейчас в Петербурге было очень крупное мототриал-шоу, то есть приезжали… Ну, это не как соревнование по мототриалу, это показательное выступление, там и Альберто Кобистани, Адам Рагу, то есть все самые известные мировые райдеры. Ну, конечно, все знаем. Все же, да. Ну, вы в Таиланде все, кто на байках ездите, должны их знать, потому что… Он вон там покушал с нами по Таиланде только что. Ну, и с удовольствием. По вашим дорогам надо реально мототриалистам быть, потому что тут нереально ездить по-другому. И когда ты стоишь в перерыве, у тебя в Инстаграме скидывают фотографию с тобой же и пишут «А, привет, мы тебя здесь видели». Конечно, это очень приятно, когда ты выходишь на немножко другой уровень мероприятий, когда тебе начинают доверять такие крупные площадки на крупной сцене, может быть, сведение парное с кем-либо, да, из крупных медийных звезд. То есть это говорит о том, что заказчик, то есть организатор, он тебе уже доверяет, и цена ошибки, конечно, там возрастает в разы. Потому что, может быть, на первоначальных этапах, когда ты только учился, тебе еще было… Ну, может быть, это неправильно говорить, было позвонительно, но ты по своей неопытности мог допустить какую-то ошибку. На большой сцене, на крупной сцене одна твоя ошибка перекроет навсегда тебе обратный путь туда. Ну, а скажи мне, вот смотри, ну, многие, наверное, думают, что шоу-бизнес – это достаточно, с одной стороны, ну, то есть легко. Не то, что легко, вот, ну, многие думают, что вот ты родился, у тебя есть такой талант, и все, и у тебя она прет, и ничего делать не надо. Вот сколько ты вообще времени тратишь на то, чтобы подготовиться к какому-нибудь мероприятию? Ну, давайте возьмем самое простое, такой пример, который часто задают, ну, вопрос. Говорят, слушайте, да вы свадебный ведущий, чего он, пришел там, свои, там, пять часов поговорил, ушел. То есть изначально люди не задумываются о том, какое количество времени ты тратишь на встречи с заказчиками. То есть изначально же идет подбор ведущих. Если отдельно, работа с агентствами – это совершенно отдельный спектр, да? То есть если мы берем частные заказы, ты встречаешься, люди сначала смотрят, хотят они с тобой работать, не хотят. Ты смотришь, хочешь ты работать с этими заказчиками или нет. Иногда на встрече спрашивают, играете ли вы на баяне, в принципе, для меня эта встреча закончена. Ну, потому что я плохой человек, не умею играть на баяне. То есть только по этой причине, ни в коем случае не потому, что я не хочу лопать попами-шариками или попадать карандашом в бутылку. Но иногда еще это многим требуется. Потом идут частные встречи с заказчиками. Ты же работаешь со списком гостей, кто там будет, просишь, чтобы узнали всякие истории. То есть ты же подготавливаешься, по сути, к каждому мероприятию, потому что оно… То есть для тебя это идеальный проект каждый раз? Ну, каждый раз, да. То есть все равно есть многих, да, какие-то, может быть, шаблоны, ходы, которые ты можешь повторять иногда. Но ты их драпируешь абсолютно по-разному, потому что у каждой гостей свое восприятие, да? Бывает там, хорошо, могут быть на этой свадьбе спортсмены и на этой. Но на этой боксеры, а здесь шахматисты. Изначально подход разный. Если на свадьбе на одной со стороны невесты шахматиста, со стороны мужа боксера, либо наоборот, то тут надо вообще какой-то новые турниры придумывать. Самая страшная смесь, кстати, вот. Это шахматист-боксер, представляешь? Он знает все ходы наперед, еще и умеет. Ох, такой парень. Поэтому для меня все равно подготовка. Будь то корпоративное мероприятие, ты все равно должен почитать, подготовить, чем занимается компания. Потому что ты пришел, и ты должен что-то людям вещать. То есть не просто стоишь, да, хорошо, вот сейчас стали чаще и чаще более крупные корпораты, 500-800 тысяч человек, с очень крупными проектами, очень громкими именами этих компаний, которые на слуху у всех, и не только в России. Мы же работаем не только в Санкт-Петербурге, да, проводим корпоративы. И в Москве, и за рубежом, как у российских компаний, так и у интернациональных компаний. Сразу отсюда такой вопрос, как произошло твое первое мероприятие, которое ты вел на английском языке? Насколько это было сложно, и быстро ли ты перестроился, как вообще произошло? Первое было, честно скажу, детский день рождения. Вот, потому что из практически всех детей, которые были приглашены на этот день рождения, там был определенный уровень, статус всех гостей, на русском разговаривало, по-моему, четверо из 25. Вот, поэтому изначально нужно было... Ну, детский день рождения было намного проще, потому что... Изначально это готовилось, или ты пришел и... Нет, нет, я изначально знал о том, что изначально спрашивали, можешь ли ты, насколько свободно ты владеешь английским языком, можешь ли ты спокойно провести мероприятие. Потом была следующая свадьба, это была русско-финская свадьба, я ее прекрасно помню. Там была еще сложность того, что ты ведешь на русском, еще был... То есть, я там не на английском вел, то есть, иногда ты мог использовать английскую речь, поскольку финны понимали, но еще был переводчик, который постперевод. А финский язык, он более размеренный, что ли, чем русский. Когда говоришь... Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, мы рады вас... И ты как не нагоняй этот темборитом то, что он делает после... Ну что же там? Эй, 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 ластаранта. Ну что ж такое, сейчас пойду тебе курилку куплю. Потом, конечно, были некоторые, помню, была прекрасная тоже русско-американская свадьба. Когда получилось так, что часть русских гостей, они не понимали английский. Это бывает достаточно часто, когда тебе приходится работать на двух языках. То есть, если, например, только на английском, ты подстраиваешься, и ты уже идешь только по-английски. Но иногда ты должен постоянно в одну сторону, в другую, то есть русский-английский, русский-английский, русский-английский. И здесь сразу меняется подбор интерактивов, потому что, может быть, какие-то интерактивы, которые ведущий проводит, и они основаны, например, на наших фонетических особенностях, на каких-то именно наших традиционно русских понятиях. Ну, объясни, пожалуйста, попробуй англичайно, что такое кисей. Это, да ты мне зубы не заговаривай, лапшу на уши не вешай. Что? Да он с ума сойдет, кому-то тебя слушать начнет. Нет, но у них же тоже есть такие выражения, что я... У них есть, да. У них есть, но... Поэтому здесь такие вещи, хотя вот, например, была одна замечательная русско-новозеландская свадьба. Потом еще, как раз, уже не первый сезон, работаем с этой компанией. Вот жених-то был, вот он работает в одной очень крупной логистической компании, ее офис в Москве, с моей немецкой компанией. И вот там у них вообще все корпоративы на английском, поскольку... Вот, и она русско-новозеландская, но мы взяли новозеландские традиции. Все знают, что регби в Новой Зеландии, это у них вообще религия. Они танцевали свою традиционную хаку все в костюмах. Подвязку бросали, это было не раз-два-три у нас сбросили, они строили схватку и кратч-тач-енгейдж, они за нее там бились. То есть можно всегда придумать именно то уникальное, то особенное, чем вы занимаетесь, то, что вы любите. Вот поэтому есть подготовка, потому что если ты придешь и начнешь просто что-то рассказывать, ну, стандартно то, что есть везде, ну, ну, да, все равно получится хорошо. Но чем это будет более индивидуально, это будет намного интереснее. Ну, понял, нет, это я хорошо рассказываю. Хороший пример с регбистами вообще. Именно, может быть, вот касаемо таких, да, мероприятий достаточно много на языках, и ты просто в своем режиме пишешь, свободно владеешь языком. Есть уже опыт проведения, когда смотрят, у каких компаний ты вел на английском языке. То есть, может быть, он меня не такой чистый, как, ну, я не филолог в плане английского языка. Да, что кому-нибудь в столетии юридической английской компании был такой заказ, мы не сошлись, потому что нужен очень чистый, чопорный язык. У меня больше разговорный, бла-бла-бла такой. Бывает, когда свадьба за рубежом, потому что часто уже получается так, что ведем еще и свадебные торжества, либо корпоративные торжества. Частные праздники, дни рождения проходят в других странах. И здесь зачастую тоже очень полезно используют нескольких языков, потому что много гостей, они приезжают из стран Европы, из Англии, либо, может быть, это представитель Азербайджана. Ну, а какие страны, например, куда ездят вообще? В основном Европа, это Италия, Испания, Греция. Вот в том сезоне очень популярна была Греция, в этом сезоне будет, говорят, популярна. Ну, странно почему, конечно. Странно почему, 4 часа лететь, как бы, в Санторини, все красиво. Великолепная свадьба была на Маврикии, на острове. Очень необычная, очень красивая. Ну, то есть в проекте ты спокойно можешь поехать, вот, ну, 3-4-5 часов лета спокойно под такие проекты ты можешь поехать? Да, но здесь, здесь бывает, все равно у тебя выпадает пару дней, и это, здесь бывают, вот, я сразу скажу такие истории, когда, недавно был один мастер-класс, ребята проводили, касаемо именно райдера артистов, когда ты выезжаешь, фотографы, видеографы, ведущие, как это обсуждать. Потому что очень часто звонят заказчики, ну, не очень часто, но бывают такие истории, когда звонят, здравствуйте, Юрий, там, не важно, 26 апреля, свободно или нет? Говорят, свободно. У нас свадьба в Барселоне. Окей, хорошо, шенген есть, есть. Все, и когда ты поднимаешь вопрос о цене, о том, что ты, в принципе, теряешь 2 дня, за которые ты здесь мог заработать свои деньги, говорят, в принципе, а какая оплата? Мы же вам оплачиваем перелеты и проживание. Вы увидите Барселону. Я говорю, простите, это вы увидите Барселону? Я прилечу, заселюсь в отель, на следующее утро я встану, отработаю ваше торжество и улечу обратно в Петербург. Я потрачу деньги на трансфер, на питание, в еврозоне, да, сейчас учитываю новый курс и так далее. То есть иногда даже об этом просто не задумывайся. Но очень многие молодые бывают фотографы, видеографы, также ведущие говорят, ну, а в принципе, почему нет, вот у меня тут в режиме, я работал там в Испании. Здорово, но просто здесь я с удовольствием побуду со своими близкими, со своей семьей, это мне будет намного важнее, чем посетить куда-то, да, то есть когда ты действительно летишь в другую страну, это... Ну, там работа, это та же работа. Это та же работа, то есть поэтому ты получаешь как за 2 дня, которые ты потратил здесь, плюс перелет, плюс твое проживание, плюс сутки. Скажи мне, ну, вот я знаю, что многие диджеи, которые на радио работали или просто вели вот такие корпоративные мероприятия, они участвуют очень часто, ну, так я вижу тенденцию, что попадали потом либо в кино, либо попадали на телевидение, то есть ты вообще видишь себя как ведущего какой-нибудь, то есть тебе это интересно направление телевидения или ты все-таки хотел бы вести большие какие-нибудь проекты, вот так продолжать? Ну, если кто-то из телевидения видит, мне реально это очень интересно. Да, да, да. Конечно, нет, какой-то проект было бы интересным, понятно, чтобы это был интересный проект. Что это будет за проект? Вот я надеюсь, что в этом году, по крайней мере, получится целиком полностью определиться и уже начать планомерно работать именно в этом направлении, поскольку какую-то телепередачу это полезно и как для медийности, для проведения и частных торжеств, да, и как публичных, общественных мероприятий. Так, конечно, и в принципе. Понятно, что есть какие-то детские мечты, что ты хотел бы вести, там, клуб путешественников, ездить по миру и снимать различные передачи про те места, в которых, вполне возможно, ты никогда и не будешь, вот, нырять, прыгать, не знаю, ходить по пустыням. Ну, вот как раз, если мы зашли про путешествия, расскажи про твой дайвинг, ты сейчас много ныряешь, как вообще ты к этому пришел, то есть как ты решил, как ты попробовал первый раз дайвинг и… А честному рассказать? Прям по-честному. Прям по-честному. Ну, нас заказали свадьбу под водой. Да, нас заказали свадьбу под водой. Вот такая интересная история. Папа, мой папа, он достаточно долгое время уже погружается, он мне все время об этом рассказывал, но никогда не наставил, говорит, захочешь – сам будешь. Это личное твое дело. Он никогда меня даже не тянул, говорит, пойдем в бассейн попробуем. Такого не было. Мы были в Египте, мы все время ездим обычно в нашей очень большой компании друзей, там уже у нас у многих уже дети знакомы, еще, то есть мы долго все дружим. И решили снять яхту, это было, я не помню, но получается 2-2,5 года назад. Сняли яхту, поплыли, поплавать просто может быть там с маской, понырять, еще что-то. Был как раз вот у близкого друга Артура, у него сына 11 месяцев, мы, чтобы мы 11 месяцев, а там яхта такая была, яхта-яхта. Ну тогда курс-курс был, поэтому могла бы яхта-яхта. Ну еще как бы нас было там 20 человек, то есть как бы еще скинуться, то вообще получалось отлично. И замечательный один из команды, яхтиной команды, вот это говорит, слушайте, ребят, 15 долларов, introduction dive. Это я сейчас понимаю, что в принципе очень по технике безопасности все было неправильно. Но он говорит, а почему нет? У нас садили в какие-то рваные гидроки, мы писали в бумажке, что если мы умрем, то они не виноваты, что у нас никаких болезней нет и никогда не было и в принципе, наверное, ближайшие 5 лет никогда не будет. Взяли, взяли за первую ступень регулятора и тебя таскали под водой. И тогда я увидел этот удивительно красивый мир. Особенно, когда ты работаешь постоянно… Который ты мог увидеть в принципе и в маске, если бы нырнул. В маске, если бы нырнул, если бы апноид занимался, да, то еще как бы фридайвингом можно бы и сидел бы сейчас с йогой и за затычкой. Это фридайвинг тоже отдельная история, но видимо все-таки не мое. очень красиво. Отдельный мир, вообще другой мир. И тихо. Понимаешь, тихо. Когда ты работаешь в постоянном шуме, постоянно тихо, да. То есть, когда много людей, а там у тебя… И тихо, ты смотришь рыбок, да. Мы где-то там раз, два, три, четыре, просто поныряли. Потом получилось то уже с моим другом, вот с Мином Нуром, и решили, что пойдем сдавать на сертификат. Вот приехали, как раз мы приехали в Таиланд два года назад отдыхать. Поехали, сдали на первый сертификат. Попался великолепный инструктор. До сих пор вот сейчас ездил, когда новый сертификат получал, то есть… У тебя уже идванс какой-нибудь? Да, идванс, идванс со спецификациями. А, то есть, ты уже пошел вообще там жестить, да? Нет, нет, идванс, только это же самое простое. Это же жестить, это уже когда ниже сорока, это технический дайвер. Вот есть один тоже ведущий, очень хороший, Дима Маргулян. Вот он уже там за 70 метров там, очень серьезное погружение. Исследуй там… Да, да, вот сейчас недавно в инстаграме выкладывал арку Дахаба, есть такое очень известное место в Египте. Да, арка Дахаба. На 50… Нет, это Bluehole, это там ныряешь, и там на 58 метрах, и она начинается или на 59, а потом на 79 прошел арку Дахаба. Ну, то есть, ну это уже, надо быть к этому готовым, головой и технически. Кому-то может просто дается, мне это не так просто давалось, но мне интересно. Тем более сейчас, когда уже начинается вот там на 40 метров погружение. А куда бы ты хотел в ближайшее время поехать, ну то есть, есть у тебя какие-то цели по дайвингу? По дайвингу это… Просто сейчас, не знаю, есть в апреле будет на Бали, очень хорошая поездка ребят именно на дайвинг-тур. На Гилии или куда там? Они прямо делают несколько точек, то есть, там получается за 10 дней, за 12 дней 20 дайвов. Вот. А там на Мальдивы, там Манта-Рей с плато целой. И, конечно, вот прям мечта-мечта – это Сипадан, это самая западная точка, получается, с острова Борнео в Малайзии. Ну там просто добраться, там Куа-Лумпур, потом там, по-моему, да… Да… Какой-то Киноба… Ну, Сандакан, то есть, там добираться еще надо, либо то есть, какими-то рейсами. Но по флоре, по фауне, по видимости под водой, до 25-30 метров видимость. То есть, огромное количество форм жизни, которых больше нигде на планете нет, они есть только там. А все остальное там есть. Очень яркие смотрели, может быть, какой-нибудь мультик в поисках Немо. Там все… Прямо… Нет, ну вот прям как нарисовано, то есть, там все кораллы настолько яркие, потому что очень хорошая пропускаемость… неправильно… Очень хорошая видимость. А вообще, о чем ты мечтаешь вот на ближайшие 5-10 лет в бизнесе и в своей карьере? Слушай, в бизнесе в карьере не знаю, сейчас мечта построить родительный дом. Угу. То есть, вот такое. Это вот, может быть, бизнес-карьера, они будут именно развиваться вследствие того, что надо ближе к этой цели достигать. Потому что это мечта с детства, с детства, и какие-то уже мои планы… планируют. Родители, потому что они меня воспитали, мне дали… Самое главное – это образование, любовь, и они сделаны именно таким, какой я есть. Угу. Вот. То… пора отдавать. Сейчас пока такое, да? Такая именно мечта. Ну… Потому что, нет, очень хочется, конечно… Все равно я очень люблю свою работу искренне. Я не представляю себя офисным сотрудником. Не потому что это плохо. Прекрасная работа, кто-то это любит, да? Кто-то очень стесняется микрофона, сцены. А я, когда появляюсь на сцене… Ты на публике. Ты открываешься. Все. Прямо у тебя море эмоций. Единственное, очень сложно бывает – приезжаешь домой. Иногда меня очень за это мои близкие не любят. Приезжаешь домой… Дорогая, дай мне чай, налей мне чай. Если бы… Если бы так. Ты приходишь домой, садишься, берешь свой борщ, чтобы тебя часто никто не трогал. Просто в тишине посидеть. Приезжаешь настолько эмоционально опустошенный. То есть… А бывает, когда к родителям приезжаешь, и там… Любимая, обожаемая мама хочет с тобой поболтать. Юрка, как то, как то, как все. Сынок. А ты кешмал сейчас. Подожди. И ты вот такой часик посиди. Ну, на самом деле, я тебе… Я тебе открою тайну, так у всех, да. То есть, если ты работаешь, вджобываешь, и домой приходишь, тебе не хочется опять дома прийти, и то же самое там… Давай, эй… А давай-ка я еще на станке посругаю дома. Дорогая, у нас и есть станок фрезеровочный. Неси сюда, дай-ка еще. А если ты мой инструмент… Помнишь, да, старый добрый анекдот. А на пляже вокруг одни станки, станки, станки… А тут иногда… Ладно. Закрыли тему, вижу эти грустные взгляды, поэтому… Все там взгрызнули. Да, да. Поэтому, конечно, мечта есть, и чтобы это было и телевизор, и крупные площадки, которые стали сейчас появляться. Но, действительно, мне нравится работать на больших концертных площадках. И когда ты работаешь уже с медийными арсистами, в принципе, самому, может быть, вполне возможно, дальше стать медийным ведущим, потому что это интересно… Это интересные проекты, в которых ты можешь поучаствовать. Не достигнув этого уровня, тебя просто в них не пустят. Ты должен быть определенного уровня известности и какое-то количество лет безошибочной работы. Только после этого тебя начинают допускать к более серьезным проектам либо к работе за рубежом, потому что люди тратят большие деньги на твое присутствие на их торжестве. Если ты будешь не оправдывать их ожидания, а в идеале это тоже не то, что оправдывать ожидания, а еще делать больше, тогда они думают, о, вообще класс, то тогда это и есть работа, и есть положительные моменты этой работы и в финансовом плане, и в эмоциональном плане, потому что иногда говорят, зачем через себя пропускать, потому что иногда бывают разные гости, ну, на всех по-разному действует алкоголь и еще что-то, да, и люди могут себя по-разному, в обычной жизни никогда такого не сделают, иногда могут, ну, по-разному себя вести, кому-то нахамить, еще что-то, вообще какие-то бывают ситуации, ну, огромное количество бывает разных, и меня все равно, все равно я через себя это пропускаю, как бы то ни было, как человек достаточно открытый в эмоциональном плане, достаточно открытый человек, и ты так же расстраиваешься, когда что-то где-то происходит, кто-то там кого-то обитил, еще что-то, хотя зачастую можно этого не делать, но мне кажется, в этом есть именно плюс моей работы, потому что я, вот, ну, многие говорят, да, что ты такой искренний ведущий, но это не какая-то маска, что вот я на самом деле такой, я просто люблю людей, мне серьезно кайфово, мне нравится. Я их ем. Да, благодаря им я ем, благодаря их праздникам я ем, ест моя семья и вкусно. Понятно, в этом плане, то есть, будущее у тебя, то есть, карьера, ты хотел бы и телевидение, хотел бы и дальше развиваться, А я честно скажу, я, наверное, больше ничего не умею, если быть по-честным. Ну, я работал же барменом, да, когда-то работал барменом, ну, когда вот в университете-то учились. И тоже, да, говорят, вот ты учился в Санкт-Петербургском государственном университете, почему вот не экономика и так далее. Я говорю, мне университет дал абсолютно другое. То есть, экономика, ну, так получилось, это не мое, но он мне дал прекрасный товарищ, дал образование, дал эрудицию. Вообще, ведь университет, он дает намного больше и в личном общении, и в студенческих поездках, и в каждодневном общении с людьми, которые, в принципе, они на самом деле очень умные, все развитые, все разносторонне развитые. И ты учишься среди очень умных людей, это очень здорово. И поэтому, когда ты выходишь из университета, ты немножко по-другому. Поэтому назывался он университет, их было не так много. Это специальное образование, он был один, насколько я помню. Да, ну, если бы, да, вот, сейчас у нас везде университеты. Да, но они не университеты, потому что не дают универсальное образование. Да, у нас раньше было ПТУ, теперь колледжи и так далее. Да, мы одевки, нам 5 лет говорили, что мы самые лучшие. Да, да, не знаю, мне, мне наш прекрасный учитель по истории, если ты помнишь господина Тота, говорил, блинов, ты самый отвратительный человек. Я говорю, я знаю, я знаю, что я всегда к нему опаздывал. Ну, да, ну, тем не менее, видишь, зато вот, ну, где-то для каких-то критериев твои личные качества оказались очень плохие, для, там, экономиста и офисного работника. А для того, чтобы стать одним из ведущим шоуменом Петербурга, все твои качества только... Учитывая, что я у нас и в группе на факультете, и всегда, эй-эй, такой был. Человек-попрыгунчик, я помню, все время. Не, ну, никто не на тебя ставку, как на менеджера. Не делал. Это было понятно. Все поняли, что финансовый менеджер из тебя, там, или какой-то не получится, ну, зато видишь, как ты вырос в этом. Хорошо. Ну, господина Широкарата никогда не забуду, да. Еще такой вопрос тебе, потому что никто не знает про это, я до сих пор. Расскажи мне еще раз про свою школу, быстренько, за финалем, что у тебя за школа и где она находится в Петербурге? И это является элитная школа у тебя или это простая школа? Это где я учился в академической гимназии, то, что я тебе сказал, в старом университете. Ну, да, да, да. На самом деле, я сначала учился в обычной школе, в своем районе, в 180-й, средней школе. И после восьмого... туда я поступаю только с девятого класса. К сожалению, гуманитарного отделения больше нету. Изначально это была физико-математическая школа номер 45. ФМШ 45. Потому что есть 239-я очень известная. Но это, как бы, гимназия при университете. То есть было великолепное гуманитарное отделение. Я как раз так получилось, что туда попал. Потому что именно поступить туда, наверное, со своим образованием и еще жизнью спортсмена с шести лет я бы не мог, поскольку конкурс в девятом классе был 26 человек на место. 26 человек на место в эту гимназию. То есть в Петербурге в университет было поступить легче, чем в гимназию? Мне получилось так, и это серьезно, что сдать вступительный экзамен в университет мне было проще, чем выпускной там. То есть мы учились, также была сессионная программа. То есть не было четвертей, как в обычной школе. Но было у тебя там 8 литератур, 6 историй каждый семестр. То есть срагистика, новизматика, геральдика. Это совершенно нормально. То есть ты изучаешь целиком пласт каждое время. Мы ездили в этнографические, археологические экспедиции. То есть действительно, ты вот ребенок в девятом, десятом классе. Тебя берут с палаткой на 40 дней куда-нибудь там в Тамань, Феодосию. Меня просто вывозят, и ты живешь в степи. Вокруг тебя на 12 километров ни одной живой души. Либо там и ты графически хочешь, фольклор собираешь. Ну это такой мир, и причем самое интересное, что там преподавали все профессора из университета. То есть это я сейчас понимаю, что я проект тогда столько не записывал, что будь то литература, будь то история, будь то физика. Причем приходили к того учителя по физике, и они говорят, ребят, мы понимаем, в гуманитарии вам это не надо. Либо у нас тоже самое математику преподавали. Бекер, если не ошибаюсь, он лауреат Сороса. То есть на самом деле это прям очень-очень сильные, мощные люди в науке, вообще в истории, будь то литературой, математической наукой. Это книжка, я по-моему по ней учился. Да, в универе мы как раз транспонентная матрица и так далее. Вот он у нас в гимназии и преподавал. И это было всего три класса, то есть девятый, десятый, одиннадцатый. Но это, по-моему, мне еще лет на десять вперед такой багаж образования. То есть, например, мы изучали построение замков, изучаешь построение храмов, как мозаика выкладывалась. Изучали, например, если мы брали двенадцатый век, и все. Каждая страна, культура каждой страны, архитектура каждой страны, литература именно этого эпохи, этой страны. То есть нормально, в девятом классе девочки писали, были курсовые работы уже. То есть они писали курсовые работы на тему глагола во французском романе девятнадцатого века. Вот такие были темы курсовых. Знаешь, в девятом классе, с девятого на десятый, курсовая работа. И я пришел, а я спортсмен, понимаете. Я в футбол бегал все время. В футбол и в школу ходил. Ну, в общем, мы поняли в залог его успеха, как стать одним из самых популярных, самых известных шоуменов в Петербурге. Любителей людей. Надо всего лишь гимназию закончить, самую лучшую в Петербурге. И всего лишь самый лучший у них всех. В общем, и быть в семье учителей тоже. За это, кстати, то, что мама и бабушка филологи, огромное им спасибо. Потому что никогда, да, не скажу, например, когда иногда слышишь на свадьбе, а где наши торты? В мосты. Или сейчас давайте порежем торт? Ну, а мне проще, я слышу. Сейчас, между прочим, появилась новая... Я очень безграмотный человек. Хотя я и закончил Санкт-Петербург в государственном университете с красным дипломом. С красным дипломом. Именно поэтому у меня сейчас свой бизнес. А я живу как бы в Таиланде на самую и удаленно им успешно управляю. И еще обучаю других людей, как это делать. Поэтому, в принципе, я безграмотный человек. Мы поняли, да? Но технологии дошли до того, что сейчас есть такое приложение у айфона. Ну, наверное, уже многие знают, а кто-то не знает. Когда ты голосом можешь надиктовывать текст. И он автоматически тебе все и записывает за тобой, еще и исправляет ошибки. Но должен быть Wi-Fi? Оно должен быть 3G. Его достаточно, да. Dragon который, да? А, рекламу нельзя. Нельзя. Рекламу нельзя. Реклама, product placement. Итак, залезайте на сайт Multifinance и смотрите название этого приложения. В общем, смотри. Ну, на самом деле, да. То есть, у тебя крутое образование. Ты реально там, у тебя классные родители. А вот что ты посоветуешь тем ребятам, у которых этого нет. Но которые очень хотят, например, что-то в жизни добиться. Но их вот этот фактор останавливает. Они думают. Ты же прекрасно понимаешь, что все равно твой результат это не только эти факторы, да? Нет, это результат каждодневной работы, на самом деле. И у меня были такие же моменты, когда ты думаешь, ну а что дальше? Вот будет тебе 35 лет, а ты ведущий. То есть, это тоже не вечная работа. Ну, когда-то кажется, я пару раз пытался заниматься какой-то офисной работой. И уходили в какие-то авторские коллективы, пытались. Ну, лично я пытался. Занимался какой-то некой креативной деятельностью для наших, некоторых политических партий, да? Подготовки их программ, их акций. Когда ты мониторишь... Забыли. Отрезаем. Отрезаем. Вот, когда на самом деле, ну понимаешь, на какой определенный сегмент социальный ты работаешь, что для этого нужно сделать, какие акции будут интересны, все это прописываешь. Но в итоге я пришел все равно, в итоге все равно возвращался каждый раз туда, потому что здесь мне искренне нравится. Что посоветовать для молодых ребят, которые хотят, например, попробовать себя в роли ведущих? Сейчас честно скажу, у нас все хотят быть ведущими. Вот в Петербурге это очень популярно, в Москве не так, в Питере вообще. У нас очень многие фотографы теперь ведущие, видеографы ведущие, бармены теперь ведущие. Я не знаю, кто угодно уже. Потому что всем кажется достаточно быстрый заработок, легкий заработок и хороший заработок. Ну, как бы, я всегда всем говорю только добро пожаловать, здравствуйте. Мы никогда не против, чем будет больше вас, тем, может быть, и лучше нам. Но ты должен понимать, хочешь ли ты на самом деле этим заниматься. А вот если молодым ребятам, кто действительно хотят, не бойтесь, пробуйте. Вы поработаете какое-то время, поймете, получается у вас, не получается. Поймете, может быть, и свою прослойку там социальную, ценовую, с кем вы хотите. Вам нравится больше свадьба, вам нравится больше корпоратив. Кто-то любит дни рождения, кто-то юбилеи. Кто-то любит проводить веревочные курсы, он прям тимбилдинги. Есть кто только на этом специализируется. Есть отдельно кто на различных рекламных акциях, презентации автомобилей, магазинов, новых продуктов и так далее. То есть они в этом прям звезды. Шоу-презентации, у кого-то получается все это совмещать, как у некоторых людей, которых вы знаете. То есть здесь ты должен понять, хочешь ты вообще искренне этим заниматься или нет. Вот точно так же ты приходишь на завод, хочешь ты собирать автомобили. Или ты хочешь, не знаю, красить судно. Есть же те люди, у них прям талант, и они прекрасно могут аэрографией заниматься, делать винил на автомобиле. То есть каждый должен понимать то, чем он действительно хочет заниматься. В общем, надо заниматься именно тем, что… Ну пробовать. Я честно скажу, вот мне когда скажешь, что мы учились в университете, что я буду ведущим. Вести какие-то мероприятия. И даже когда я работал барменом, я видел каких-то ведущих, я говорил, это кто такие еще? Я великий бармен. Ну, как я почему-то считал. Я умею делать шей кофе. Вот это кофе. Нас кафе. Здесь советовать сложно, я знаю некоторых ведущих, которые там… Очень многие же приходят именно из театральных академий, из театров, поскольку это, по сути, их профи. Но многие приходят из Квена, из… Может быть, просто человек никогда ничем не занимался, но ему безумно нравится, ему это дано. Я вот знаю таких ведущих, которые… Ну, одного, по крайней мере, которое ему прям дано, ему очень здорово у него это получается. Но, действительно, это работает. Это планомерная работа, это поиск каких-то новых ходов, поиск себя, обучение себя, как держаться, как выглядеть. Потому что внешний вид ведущего для меня лично, для кого-то, может, не так важно. Для меня важно, как ты одет, во что ты одет. Какие у тебя туфли, какой у тебя ремень, какой у тебя костюм, какой у тебя галстук, либо бабочка, либо сорочка. Подходит это, не подходит. Какие цветовые гаммы торжества, как ты внешне выглядишь. Ну, не вот такой бородатый, да, и с иракезмом, когда ты на отдыхе. То есть, ты должен действительно выглядеть, потому что ты лицо торжества, по сути. От тебя очень многое зависит, на тебя смотрят, если, да, корпоратив. То есть, все 800 человек смотрят на сцене, как ты, например, либо ты с ведущей, как вы вместе выглядите. Если это в телевизоре бывают проекты, как ты там выглядишь. Потому что это очень важно. Те же самые звукорежиссеры, диджеи, которые с нами работают. Вот, например, Антон Джей, он всегда приезжает обязательно в сорочке, в хорошем пиджаке. Да, приедут люди, там, в закатанных майках, там, в свитере. Ну, то есть, все. А ты, как бы, извиняюсь, ты в премиум сегменте, ты в дорогом сегменте достаточно. И такого не должно быть. Обязательно обращать внимание на то, в какой стилистике ты хочешь работать. Каким образом вести. Готов ли ты к разговорной стилистике, либо нет. Потому что к разговорной стилистике ты к компровизму, к стендапам должен быть действительно готов. Потому что кто-то, я, например, искренне это люблю. Для меня самый страшный зал, который молчит. Хуже этого для меня не может быть. Потому что ты, человек, задаешь вопрос, он сидит и смотрит. Все. Ну, твоя задача уже дальше. Как подготовить во время приветственного коктейля, welcome. И изначально, как ты начнешь вечер, вот от этих первых получаса зависит то, как он тебе дальше будет развиваться. Сможешь ли ты найти, сломать вот этот барьер между ведущим и гостями и объяснить им, что ты им ни в коем случае не враг. Потому что изначально, если мы берем не корпоратив, а свадьбы, все ведущих очень боятся изначально. Но если, как бы, они тебя еще не знают. Ну, потому что они думают, что ты будешь заставлять их участвовать в конкурсах. Да, да, держите шарик. Вот. О, держите насос, давайте будем его накачивать и так далее. Таких очень много. Ну, в общем, надо, если резюмируют, нужно, даже, ну, если люди хотят развиваться в этом направлении, чтобы стать большим человеком, надо много-много вжобывать, надо думать. То есть это все равно очень... Это как везде. Здесь не бывает вот так, пишите, повезло. Да. То есть вот мы возьмем примеры известных у нас телеведущих. Ну, вот, я не знаю, вот, посчастливилось мне быть знакомым с великолепной Яной Чуриковой. Угу. Как минимум 13 лет прямого эфира. Сколько человек работает, начиная вот с MTV, с самых первых этапов, с развития, когда ничего не было, да, потом MTV уже умер, да, сейчас она заново возродила. Но человек работает каждый день. Именно поэтому одна из самых востребованных ведущих, да, там, вообще, ну, в России. И работает на самых крупных мероприятиях, но она каждый день работает. То есть это человек, который много-много-много лет шел к тому, чтобы быть сейчас там. Конечно, всегда есть моменты, повезло куда-то, там, с кем-то ты познакомился, тебя кто-то поднял на более высокий уровень. Но это никогда ты не должен останавливаться работать. Это такая же работа, как абсолютно любая другая. Ты должен постоянно развиваться. То есть если ты, там, на два года, на три года останешься на одном и том же уровне, придут молодые и тебя обойдут. То есть здесь ты постоянно должен быть на пике волны, чтобы было все хорошо, либо постоянно что-то придумывать. Либо, ну, не обязательно, если нету таланта, чтобы что-то придумывать. Ты можешь, ну, это копировать, но делать это немножко по-своему, видоизменять. И любой тоже самый интерактив можно менять, его придумывать, стилистику. Но, в общем, для меня кажется, как для ведущего, очень важно еще твое же самое образование, твоя эрудиция. Ты можешь говорить, как на тему катарсисов, не знаю, там, произведения Гоголя, так и на тему уравнения Шрезингеров, да, там, с кем-то еще. Абсолютно. В чем он вообще? Хорошо, хорошо. Я делаю вид, что это все знаю. Диаграммы Эйджорда и Кривые Филлипса. Это ты помнишь, это двои родные. Конечно. Ну... Надо посмотреть в Гугле. Надо спросить. Надо спросить. Ты, кстати, поэтому экзамен сдавал. Экономическая теория. То есть, чем больше самообразования, тем больше общения, тем людям будет интереснее с тобой. Потому что ты можешь поддержать абсолютно любые темы. И вот, в плане, как говорил, подготовки к корпоративу, узнай вообще, чем занимается компания. Чем они занимаются. Это градостроительство, если, да, там, берем строительные компании, это строительство каких-то определенных объектов, морских объектов, еще что-то. То есть, прочитай, это не так сложно, открой сайт-визитку, почитай, узнай, чем вообще занимается, почитай какие-то ревью. Узнай, что происходит вообще вот с этим бизнесом. Чтобы, в принципе, если какие-то начнутся диалоги, ты мог поддержать тему. И подумать, а потратить на это два дня. Ничего страшного. Но ты подготовился, ты готов к этому мероприятию. Так же, как и к свадьбе. Я всегда прошу заказчиков знать какую-то информацию о гостях, ну, которую ты можешь оперировать и использовать. Чтобы было интересно, ты понимаешь, что ты действительно про их что-то узнавал, ты готовился. А не так, что ты пришел. Ну, вот есть вот. Леша Лешин, четвертый столик. Класс. Да, проекты как надолго там вперед прописаны. То есть, ты вот сейчас, я так понимаю, отдыхаешь, а потом work, 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 work. Да, но сейчас, конечно, то есть, многие задаются вопросом, как сейчас, в такое время ты поехал отдыхать. Сейчас же начинается как раз сезон предзаказов на лето, когда все начинают заказывать. Ну, начинается поиск ведущих на свои частные мероприятия, будь это корпоративные, либо свадебные. Пока получается, спасибо вам большое тем, кто сейчас заключает контракты договора за доверие, потому что сейчас идет на, есть, конечно, на февраль, но на июнь, июль, август, сентябрь. То есть, уже на сентябрь есть два мероприятия, на пятое, на девятнадцатое. То есть, в принципе, где-то на полгода вперед, если так раскрывается. Ну, понятно, но я имея к чуму, я спрошу, что если вдруг кто-то из наших подписчиков захочет с тобой посотрудничать, ну, то есть, надо просто узнавать, да? То есть, возможно, все равно занять. Да, это просто звонить, узнавать по дате, свободно, не свободно. И сейчас в ближайшее время заработает сайт, я надеюсь, там просто сделаю интерактивный календарь, сразу можно залезть, посмотреть, какие даты забронированы, какие нет на данный именно момент. А в плане отдыха, то, о чем начал говорить, я считаю, это необходимо, это важно. Если ты работаешь с людьми, и ты все-таки выкладываешься, ты отдаешься, тоже как человек, ты отдаешься часть себя, то есть, своей энергетики, своего я отдаешь тоже людям, и, понятно, получаешь замену, это такой оборот. Но отдых, он очень важен, потому что ты приедешь, готовый, полный сил, да, ты отдохнешь вот эти три недели, но ты приезжаешь в полный сил, ты готов заново работать, ты встречаешь закат в красивейших местах, ты думаешь, ты придумываешь что-то новое, ты пишешь что-то новое, ты переосмысливаешь то, что с тобой происходило за летний свадебный сезон, за декабрьскую компанию корпоративную, и ты готов просто к новым свершениям идти дальше, идти двигаться. Это как люди, которые вот садятся, закрываются в дом и пишут бизнес-план, готовятся к чему-то. Это примерно то же самое, это твоя подготовка. Ты сейчас отдыхая пишешь свой бизнес-план на следующий год. Да, да, вот мы раскрыли все секреты. Готовишься, ешь манго, пьешь кокос, все вкусно. Твои успехи в шоу-бизнесе именно связаны с тем, что ты еще умеешь хорошо отдыхать и попланировать свои цели. Да, потому что если ты не отдохнешь, то ты будешь эмоционально уставший и будет сложнее тогда в следующем году работать. То есть ты не сможешь так много отдать. То есть ты как профессионал сделаешь, но это будет больше уже роботизма такого. То есть ты хорошо уровнево отработаешь мероприятие, но не будет вот этого сверху. Вот о чем мы говорили, что классно работать сверху. Когда гости в любом формате этого места понимают, что тебе не все равно на то, что здесь происходит. Когда ты не просто пришел что-то сказать и заработать свои деньги, а когда тебе действительно это интересно. Когда это чувствуется всегда. Это чувствуется. Особенно на свадьбах очень чувствуется, потому что меньше гостей и ближе все это. Все ближе. Друзья, на этой оптимистической ноте, потому что тут собирается дождь, а мы хотим жить. И купаться. Успеть. Поэтому спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Рядом с этим видео мы обязательно дадим ссылочку на твой будущий сайт или календарь. Ну, либо можно пока хотя бы на какие-то контакты. Класс. Можно всегда с... Вот видите, как легко 100 долларов зарабатывать. Я отработаю свои 100 долларов. Надо же здесь как-то выживать. Нет, я на самом деле не знаю. Может он слишком дорогой специалист. Я не знаю. Может он миллион долларов нужно, чтобы с тобой заключить контракт. Нет. Всего лишь 100 тысяч евро, да? Меньше. Ну, в общем, друзья... Но успейте пока не 100 тысяч. Все, давай заново. Я тебя сейчас перебивать буду, тебе нужно сделать коду в конце. Нормально. В общем, на этой оптимистической ноте подписывайтесь. Звоните, спрашивайте у Юрия, как у него вообще дела и, соответственно, свободен им. И если хотите сделать свое крутое мероприятие, то делайте его на 1000%. Меня зовут Кирилл Рыбасов, Юрий Блинов. Удачи, счастливо. Спасибо огромное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok